Всем привет! Это канал Старт Живи с комфортом. Сегодня покажу рабочую схему устройства. Вот это устройство, которое вы сможете собрать самостоятельно, которое обеспечивает подключение вашего циркуляционного насоса к автоматике твердотопливного котла с целью защиты от конденсата и в то же время автоматически переключает на источник бесперебойного питания при пропадании напряжения в сети для того, чтобы насос у вас работал непрерывно. Для решения проблемы конденсата вы просто подключаете циркуляционный насос к автоматике твердотопливного котла, сдаете температуру включения этого насоса, тем самым вы избавляетесь от образования конденсата. Холодный теплоноситель у вас не прокачивается через ваш теплообменник котла. Но возникает другая проблема. При отключении электроэнергии у вас котел может закипеть, потому что циркуляционный насос останавливается. Но опять же скажете, можно подключить автоматику котла к источнику бесперебойного питания. Да, у вас при отключении электроэнергии будет работать и котел, и циркуляционный насос. Но к чему это приводит? Допустим, вы рассчитали работу вашей системы на один час, но через один час вам электрики не восстановили электроэнергию и у вас произойдет отключение всей системы через один час. То есть перегрев котла у вас просто отодвинется немного по времени на время вашей автономной работы. А вам это нужно? Хорошо, можно подключить только циркуляционный насос к источнику бесперебойного питания. Тогда у вас котел без электроэнергии будет стремиться потухнуть, а насос будет работать. Но вы теряете функцию защиты от конденсата, поскольку насос у вас будет работать всегда. Он подключен у вас к источнику бесперебойного питания. И вот именно для того, чтобы иметь функцию и защиты от конденсата и работу насоса при отключении напряжения питания, именно для этого и сделано вот это устройство. Заметьте, что схема предлагается абсолютно бесплатно и будет достаточно только вашего лайка. А если будут возникать какие-то вопросы, вы можете всегда задать этот вопрос в комментариях к этому видео. Отвечу каждому из вас. Итак, схема работает следующим образом. Когда у вас есть напряжение в электрической сети, тот циркуляционный насос у вас включается по командам от вашего контроллера твердотопливного котла. Достигла температура, включился насос. Опустилась температура, выключился насос. Но как только у вас пропало напряжение во входной сети, в этом случае у вас автоматически происходит включение циркуляционного насоса постоянно. Тем самым у вас котел выключился, турбина выключилась, котел стремится потухнуть, но циркуляционный насос обеспечивает съем тепла из вашего котла и не допускает перегрева вашей системы отопления, что вам и требуется. То есть котел у вас стремится потухнуть, а насос обеспечивает съем тепла. Вся схема помещается вот в такую коробку, очень простая и доступна для повторения. Чтобы не пропустить очередное видео, рекомендую подписаться на этот youtube канал и нажать на колокольчик, чтобы получать оперативное уведомление. Также вы можете зайти на наш youtube канал, на котором вы найдете более 170 различных видео по автоматике, по котлам, по системам отопления. Уверен, что вы найдете для себя что-то полезное. А если есть какие-то вопросы и пожелания к следующему видео или вообще просто вопросы, то оставляйте комментарии. Отвечу каждому из вас. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующий понедельник. Пока!